Девочки, доброе утро! Наступил четверг, я поехала на работу. Сегодня у меня лайп-день, сегодня у меня два клиента всего. Два маникюрчика. Первая будет моя коллега Таня. И вторая ещё девочка, клиентка постоянная. Вот, я отправилась на конечную остановку. Ох, девочки, погода не радует, минус два. Вообще есть ещё у меня там девочки, у которых... Ну, понятно, те, которые у меня здесь рядышком живут, либо в моём городе, либо в области. Это понятно. А вот другие какие-то города... Есть вообще у кого-нибудь ещё, вот, минус был? Ну, это вообще нормально, нет? Сега практически нет, даже у нас за городом уже всё. Но тепла нет. А хотелось бы уже. Ну, я сейчас пару дней вроде как, а потом через пару дней вроде плюс, но... Тут тоже вот прогнозы сейчас доверять. Холодно очень. И не солнечно. И это не радует. Это расстраивает. Ну, ладно. Неприятность этому переживём. Так, что хотела сказать. А, вчера, значит, вопросик поступил. Такого плана, как мы с Таней делим педикюрное кресло. Это очень классный вопрос. И очень такой актуальный для тех, кто вот работает в кабинете на два-три мастера, и имея, естественно, одно педикюрное кресло, потому что, ну, два поставить, это нужно больше кабинет. Вот. А с этим сложно. Наверное, на протяжении уже года, может быть, даже чуть больше, у нас такая система. Называется система SMS WhatsApp. В общем, я вот здесь вам прикреплю скрин, сообщение. У меня, допустим, запись на педикюр, да? Вчера у меня была женщина, которая маникюр мы без покрытия делали. Она нас ещё раз на маникюр педикюр записалась. Я её, естественно, я изначально проверяю в этом, в графике, в нашем стане, нет ли у неё на эту дату педикюр. Ну, Танюшке, как правило, вообще на педикюр заранее редко кто записывается, они как-то вот так. Там есть на этой неделе вот так, поэтому у неё такой долгосрочной записи нет. А вот у меня как раз-таки наоборот, все записываются заранее, особенно на педикюр, но не все, но большинство. Вот. И у нас есть такое сообщение. Педикюры, там, допустим, апрель, и дальше там дата, время, в скобочках, если маникюр-педикюр, две услуги у одного клиента, то М плюс П. И Д, Даша, типа, либо Т, Таня. Вот. И, естественно, и вот, допустим, у меня запись, я это сообщение у нас с ней в переписке в чате нашла, скопировала, вставила, отредактировала всё, убрала те записи, допустим, которые прошли, добавила новые и ей отправила. Ей тут же вот приходит сообщение, она его видит. Так как записи практически ежедневно поступают, ну, вот, особенно сейчас летний период, ну, то есть это сообщение в переписке не теряется, вот, и найти его несложно, скопировать, вставить. Соответственно, видно, да, у кого, какой, у кого, в какой день, в какое время педикюры, мы уже отталкиваемся друг от друга. Сложности вообще в этом нет. Нет. Для чего мы пишем, если у клиента две процедуры, маникюр и педикюр? Для того, чтобы, если вдруг, ну, допустим, вот сегодня на 12 у меня, ну, это, к примеру, у клиента маникюр и педикюр, а у Тани просятся на 2 часа на педикюр, и она тогда мне заранее сообщает, да, Шуль, начни с педикюра, допустим, я в 12 начну к двум кресла освободиться, а не с маникюра. В общем, и все, и у нас коннект полный в этом плане, это очень удобно, как онлайн расписание такое. Именно это касается и только педикюра. Вот, все, девочки, рука замерзла, я сейчас по плану мне нужно еще фикс прайс заехать, еду немножко заранее, мне нужно купить удлинитель и там посмотреть кое-что еще, поэтому увидимся позже. Ну что, девочки, я попробовала сюрприз. Так, посмотреть нужно удлинитель. Что-то еще, господи, что же я еще хотела посмотреть, а? Ну так, че-нибудь посмотрю, пузыркаю, может, что-то мне приглянется. Вот, сейчас посмотрим, если че возьму, все покажу. Так, ну что, я там чуть-чуть все-таки откупила расходничек, удлинитель взяла. Сейчас едем на работу, все покажу. Девчульки, добралась я, мне даже вас сейчас поставить некуда, вот на диванчик приходится. Полочку-то убрали, все. У меня вчера день был такой, потеряшка одна, которая заболела и пропала на месяц. Ну, без покрытия я делаю эти бровки, женщина объявилась. Пришлось на следующей неделе выходной один занимать, потому что другого времени не было. Потом, на следующей неделе, в понедельник, у меня была вечерняя запись. Клиентка попросилась на пораньше, потому что в субботу у нее мероприятие. Вот завтра я ее записала на утро, на 11. Вот, и, соответственно, а завтра у меня и так 4 записи было, и вот 5. Вот, ну какая разница, в понедельник 5. Она там тоже была пятой, или в пятницу 5, по-моему, разницы нет, поэтому лучше утром, чем вечером. У меня такие тапки грязные, девочки мои, рабочие, надо их отмыть. Я их обычно изиклином дома, или вот этим, бренд-фри, в общем, кислородным отмываю, очень хорошо отмываю тапки. Вот, поэтому подзабилась у меня. Пятница, суббота у меня полная рабочая. По-моему, комод мой не придет в субботу. Вот, знаете, во-первых, на Валберис хотел пожаловаться. Во-первых, у меня сделали платный отказ, 5-100 рублей. Меня это дико раздражает, потому что это неправильно, это незаконно. И как можно делать платный отказ на товары, такие как вещи, обувь, еще что-то. Меня вот это дико раздражает. Ладно. Потом еще, значит, все товары, которые мне идут через сортировочный центр Обухова, в принципе, вообще до Новосибирска, капец, Валберис, долго идет, неделю, вот, ну, неделю, ну, пять, минимум. Нет такого, вот, как на Озоне, один-два дня. Вот, и мало того, еще если отправляют через сортировку в Обухово, там зависает все просто дня на три. И вот этот комод там висит с 9-го числа. Сегодня 11-е. 9-е, 10-е, 11-е. Он до сих пор там принят на сортировке, когда он 13-м, должен уже прийти. Особых у него дня 3-4 идет, короче, меня раздражает вообще. Я злая. Так, что купила в фикс-прайсе? Киловатные диски у меня закончились для бровей. Они мне нужны. Взяла опять вот такие пакеты для мусора. Слушайте, прошу, разобрала, мне понравились. Они стоят. Что-то мне дали. Я попросила. 55 рублей всего. Тут 50 штук. И мне их хватает очень надолго. Вот я их когда последний раз покупала, очень понравились. Ватные диски я купила тоже по скидке. 69 рублей. Потом взяла удлинитель. Только вот такой был. Без заземления. Но я его в розетку с заземлением воткну. И для лампы. Потому что шнур от лампы короткий. Не власти. Мне нужен был полтора метра коротенький. Там был трехметровый заземление. Но мне бесят эти провода. Он стоил 174,50. И взяла вот такой набор чапочек. 55 рублей. Тут три штучки. Это вот мне на работу обновить. Пыль вытирается. В общем нужны. И пакет целых 3 рубля. Ну хотя это дешево. В магните маленький пакет стоит 6 или 7 рублей. Вот. Все, девочки. Мне нужно помыть пол. Инструменты помыть свои. Я вчера их оставила. Они мытыми. Ну дезинфекцию я имею ввиду. И попить чайку. Вот. Все. И готовиться к работе. Так, девочки. Я чайку попила. Кофе. Кофеечек. И хочу вам показать. Был вопрос. От кого-то из вас. Показать на каких красителях я работаю, делаю бровки, краску и хну. Переверну камеру и покажу, чтобы не было зеркально. Значит так, девочки. Смотрите. Первый на первых хна. Хна у меня от бренда Броухена. Вот она. Развожу я хну. Минеральным раствором от Броухена тоже брала. Когда училась, именно этот бренд рекомендовали. Это не бюджетный бренд. Но эта хна лучше всего держится на коже. Дольше держится. Максимально красивые проявляются оттенки. И на самом деле я и работаю. Мне очень нравится. Оттенки у меня. Смотрите, что есть. 101. Это нейтральный коричневый. Дальше шатен. Холодный кофе. Самый популярный оттенок. Я чаще всего крашу им. И два оттенка еще. Привет. Заходи. Светленькие. Светло-русый. Им я высветляю какой-то. И графит. Графитом я затемняю. Вот. А краска у меня от Шик. Получается. С оксидантами тоже от Шик. 1,8 и троечка. Оттенки графит. Холодный. Светло-коричневый. Коричневый. И просто светло-коричневый. Между собой тоже всех смешиваю. Миксую. В зависимости от типа кожи, волос и так далее. Вот собственно и все. Вот такой маленький наборчик. Собственно и все. Также у меня воск, воскоплав. Ой, это уже тоже я не буду показывать, потому что это все убрала полочку. Убрала. Это как бы не принципиально важно. Очищающий шампунь для бровей у меня тоже от Броухена. Но у меня сломался дозатор. И я перелила его от... Пенка у меня была для умывания. Закончилось. Я туда перелила в пенообразователь. Ну и все. Вот. Но есть у меня еще масло для бровей. Мыло для бровей. Но это тоже все такое самое простое. Но масло не простое, дорогое. Ну я им не пользуюсь. Вот. Красители показала. Все. Танюшка приехала. Будем работать. Делать ей маникюр. Покажу до после обязательно. Увидимся позже. Аккуратненько там. Блин, вот как мы раньше на базах работали? И на длину ведь делали. И везде делали. Так, а то я вяжу. День там. Блин, какие-то людей. Я тут когда поняла, что так быстро на маникюр. Да я так думаю, мне еще эти не надоели. Девочки, я уже отработала. Домой вышло. Солнышко. Солнышко у нас, но холодно. Солнышко, но холодно. Но обещают тепло. Я сегодня работала с таймером оба раза. И обнаружила, что когда на таймере 100 минут, они обновляются. И, соответственно, получается 100 минут это час сорок. Да, час сорок. Вот. И вот Танюшке первая коллега моя, мы ей делали ноготочки. Мы всегда с ней два часа. Во-первых, я болтаю. Во-вторых, как бы, ну, не могу сказать, что у нее легкие руки нет. У нее сложность в том, что гипонихи, очень сильно разросшиеся на некоторых пальчиках, подклевывают ноготочки. Ну, в целом, ну, как бы, там есть с чем работать. Но я люблю, когда есть с чем работать. Тем краешем преображение. Вот. И мы сразу же миндаль выпиливали. В этот раз она захотела квадрат. Длину сильно не уберешь там гипонихи. Поэтому чуть-чуть не до квадрата получился. Но зато цвет бомба. Вот. И получается, я сняла после... Еще мы хотели сделать стемпинг, сделали на два ногтя, потом его убирали. Поэтому получилось чуть побольше. И там на таймере ноль... Ну, там сколько-то ноль, сколько-то минут. То есть к этому еще сто нужно прибавить. Я там вам подписала, скорее всего. Вот. Я буду подписывать, сколько заняла работа, но таймер тоже буду снимать. Как-то это, мне кажется, прикольно снимать. Ручки до, как я включаю таймер, ручки после. Естественно, если это лак, лаковое обычное покрытие, это все мы просушиваем. Потом наносим масло, крем, и только потом я вам это все снимаю. Вот. И также здесь все полностью итогово готовая работа. Подпиленная, подпиленная, увлажненная, и все. И вот итог я вам снимаю. Вот. И с Таней мы делали, я там сфотала, чем работала. И, получается, вторая девочка моя была. На ней как раз-таки был гель Си. Это одна из первых девочек, вернулась уже с укреплением гелями вот этими моими новыми. Относилась, у нее все очень хорошо. Торцы относились все идеально. Ну, там один она лимзинчик сломала. Но кутикулы были отслойки, девочки. Не знаю, с чем связано. Небольшие, не критичные. Вполне себе они, ну, то есть присняйте чуть-чуть. Возможно, жестковат гель. Возможно, его многовато к кутикуле нанесла. Но я пока набиваю руку в работе с гелями. Но в целом все очень хорошо относилось. И вот на ней как раз-таки мы сделали все, все, все сделали. И я снимаю итоговую работу, переношу телефон на таймер, и там обнуляется время. То есть ровно 100 минут. Ровно 100 минут мы с ней посчитали. Это ровно 1 час 40. Заняла работа. Тоже у нее ручки, не могу сказать, что супер-супер легкие, нормальные. Под скручиваются, но вот под гелем не сильно скрутились в этот раз. Но я ее уже укрепила гентнейл гелем попробовать. Вот, и праймеры нанесла в этот раз. И... И... И что еще? Ничего. Все. А, ну, укрепили все. Цвет три слоя у нас. Этот занял очень красивый цвет. Зеленый обожаю. Но он такой. Я не люблю же ее толстые слои цвета наносить. Поэтому я сделала три тоненьких для насыщенности цвета. Я поехала домой. Я на сегодня, наверное, с вами попрощаюсь. Потому что завтра я планирую поснимать процесс маникюра. И вот, чтобы влог не был очень-очень-очень длинным, я сегодня оставлю его таким, какой он есть. А завтра начну снимать снова и поснимаю процесс. Завтра тетя моя приедет на маникюр. И вот я ее хочу вам поснимать. Вот все, девочки. Пока-пока. До новых видео.